здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор а несмотря на то что инфоповод произошел довольно давно вы очень много меня просили разобрать это видео ссылочку на это видео я помещу под своим разбором а и знаете мне показалось именно с точки зрения обучения это видео очень ценным потому что здесь вот прям знаете типичное поведение манипулятора который врет да как он выкручивается как его возвращают очень многому можно научиться из этого видео и мы с вами это разберем кроме того много сигналов тела которые тоже довольно интересны но в общем то давайте приступать к этому разбору и еще прежде чем приступать к этому разбору я хочу оговориться что мы разбираем вот именно это видео до которое мы увидели но не разбираем ситуацию в целом потому что ситуация в целом здесь вы знаете я должна сказать что все не так однозначно но в видео все однозначно поэтому давайте разбирать именно это видео а ну и для начала для затравочки давайте посмотрим на поведение ведущей потому что здесь очень интересный сигнал тела у анны кстати должна отметить что она последнее время просто блестяще преобразилась и ну вот то что она как она сейчас выглядит это намного лучше чем раньше но в общем давайте смотреть наши вопросы согласились ответить оба фигуранта событий и владимир осечкин и павел филатик смотрите как она демонстрирует челюсть вот это вот демонстрация челюсти говорит полюбуйтесь нашим возможностям какие мы классные мы взяли эксклюзивное интервью сразу у двух фигурантов этого скандального дела и мы просто вау да так что сейчас вот ее челюсть сказала намного больше чем ее скромные слова которые она так скромненько произнесла но челюстью показала что любуйтесь любуйтесь наслаждайтесь мы мы крутые да ну а теперь давайте приступим непосредственно к разбору главных героев и наблюдаем за их поведением я не стала тут слишком растягивать это видео потом поэтому читайте вот здесь вот титры значит и ну я прошу прощения у анны что пришлось ее закрыть но вот такая у нее видимо судьба где где-то надо помещать эти титры чтобы вам было удобно это все видеть и так давайте включаю первый вопрос наверно повел к вам в публикации глагу нет правозащитники пишут что вы обманули их не рассказав о том что были в курсе убийств украинских пленных которых вы собственно захватывали об этом факте вы рассказывали шведскому изданию и вот я хотел бы вас процитировать сейчас я подарю тебе кое-что эксклюзивное пишет шведский журналист цитирует вас я точно знаю что некоторых из пленных которых мы взяли потом расстреляли бы они были потом расстреляны или повешены но своими глазами я этого не видел об этом не говорили боевые товарищи в конце июля а также в августе сентябре прошлого года и знаете что меня очень сильно насторожило в поведении владимира но это так можно оставить за скобками но слишком много торжества да он прячет челюсть да он пытается не показывать эмоции и он даже показывает печаль но посмотрите этот вздох облегчения и много вот этой скрываемой улыбки я могу объяснить это с одной стороны что здесь идет конфликт до между двумя людьми и получается что осечкин вложил много сил ну наверно денег в то чтобы спасти ну вот в общем в это в это все дело а оказалось что человек ну не не причастен может быть но он знал чуть больше чем сказал да и здесь осечкин пытается как-то из этой ситуации вырулить потому что они оказались в одной лодке да и получается что у осечкина есть доказательства есть какой какие-то аргументы и здесь он уже можно сказать ставит точку на этой истории да и на свои ну то есть он обеляет свою репутацию и в общем то здесь можно отчасти понять вот эту радость да но как бы у меня вот честно говоря немножко это насторожило я стала в интернете искать и я нашла причину почему он так радуется но как бы вот об этом я позже скажу в конце чтоб не сейчас не затягивать эфир да но как бы тут такая ситуация очень неоднозначная и ну вот к сожалению тогда но вот в данный данном конкретном случае да когда вот два фигуранта они спорят и здесь вот прям четко однозначно получается что один пытается замести следы один накосячил да и пытается из этого красиво вырулить и мы именно за этим сейчас пронаблюдаем они затем вообще в принципе кто в этой ситуации прав кто виноват я думаю это будут делать выводы уже более компетентные как люди да мы просто разбираемся вот в данной конкретной ситуации да кто здесь нам пытается вешать лапшу на уши мы это будем выяснять а ну и давайте смотреть следующий фрагмент и здесь сейчас будет первый аргумент от павла филатьева давайте его послушаем скажите пожалуйста павел я сразу скажу то что все что вы сейчас сказали ваша интерпретация этого интервью абсолютно неверно и вы ее выставляете из версии владимира осечкина так как ее преподнес он на самом деле интервью сдавалось переводчиком мы перевели мы перевели шведской шведскую публикацию это не из осечкина конкретно из цитаты из прямая цитата из шведского издания и здесь первая манипуляция которую часто используют те кто хочет нам что-то соврать ты меня неправильно понял вот это вот первая такая самая простая манипуляция знаете она чаще всего происходит когда человек чего-то не договаривает специально а мы не спрашиваем мы как бы думаем так как нам удобно то потом когда начинается разбор полетов оказывается что он а ты не спросила да как ты хочешь на мне жениться ну вот это из этой серии да я не буду сейчас анекдоты приводить да просто ну как бы а а что и и вот это вот самая простая уловка которую используют манипулятора но ведущая вообще браво она вела интервью просто блестяще она сказала что нет мы не не от владимира это узнали и здесь она обезвредила эту манипуляцию но вот эта манипуляция я на нее заострила внимание потому что очень часто манипуляторы используют ее идем дальше следующие манипуляции давайте смотреть и всегда я общаюсь с переводчиком потому что как бы не на не по-английски не по-французски я не говорю у вас что-то шумит ну мы вас прекрасно слышим да и здесь еще одна манипуляция мне что-то мешает я чем-то занят а я слишком занят вообще и и все и все такое для чего это делается чтобы оттянуть время чтобы отвлечь внимание мне сложно говорить да а значит а и здесь способ избежать того чтобы отвечать но это тоже уловка манипулятора идем дальше следующая уловка так подождите здесь ну не совсем еще давайте смотреть итак павел дэвид начали говорить о том что вы даете множество интервью так на это количество интервью несколько сотен то есть как бы иностранным журналистам всегда это делается через переводчиков разных переводчиков я не могу он как будто специально это делает на фоне чтобы просто шум был и смотрите когда он говорит о том что он давал много интервью у него большой пальчик поднялся мы знаем большой пальчик это эго и безусловно павлу это нравилось но это так небольшая ремарочка у нас будет и язык тела и манипуляции да я просто так по ходу не могу не отмечать какие-то вещи которые я думаю что вам будут интересны дальше идем следующий фрагмент в данном случае как бы этот журналист я вспомнил этот день сегодня мне пришлось читать тоже статью видите как отклоняется как от удара действительно он хорошо это вспомнил и сейчас он как бы переживает эту ситуацию и он от нее отклоняется она ему не нравится он ее боится который довольно интересно почему-то озвучивается лишь версия владимира сечкина по книге и не озвучивается моя хотя мы с этим журналистом очень долго об этом общались дальше произошло следующее в том том разговоре с ним всегда журналисты хотят услышать что-то шумное что-то там интересное он не стал приводить это примеры про то что там было много военных преступлений в украине якобы я описываю недостаточное количество преступлений после чего я ему как бы сказал то что ну хорошо вот тебе эксклюзив я тоже такие вещи слышал и видите когда он говорит об этой теме он опять отклоняется что уже сразу вот лично мне понятно что это действительно было действительно он понимает что здесь он ляпнул лишнее но давайте все-таки наблюдать как он выкручивается и сейчас мы услышали еще одну манипуляцию то есть есть враг который плохо ко мне относится и это он все придумал то но на самом деле его тело действительно прокололась и он понимает почему все это а не потому что то безусловно ему не нравится этот человек и там у них конфликт уже какое-то время идет но вина не ну не вина в данном вот именно в конкретном случае не осечкин виноват и он прекрасно понимает что это именно он ляпнул лишнее дальше след следующий фрагмент давайте смотреть я слышал в августе что пленный с которым я разговаривал про которого пишу в книги типа его потом расстреляли но это я слышал от человека который мне сказал от другого человека я даже не знаю фамилию и каких-то факт я просто это слышал как слухи и именно это я ему и сказал или довольно интересно этот журналист это преподнес а но и здесь сразу две манипуляции прозвучали во первых по непроверенным данным так примерно называется эта манипуляция то есть можно сказать вот такую если в начале фразы произнести например есть основание полагать да и дальше произнести любую ерунду ну любую все что вам взбредет в голову да но вы перед этим сказали что есть основание полагать то слушатели думают что действительно у вас есть причины да может быть вы просто в силу того что не хотите затягивать свою речь и или там как-то отвлекать да вы просто не говорите какие основания да но если вы так сказали то наверное у вас есть основания так полагать да но на самом деле это такая лазейка для манипулятора он как бы есть основания так полагать да а если коснуться какие основания то а тут начинается вот это вот я не знаю мне вообще это приснилось да ну вот вот примерно из этой же серии не 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 понятно какие на самом деле есть основания поэтому если вы слышите вот такие вот уклончивые отклонения извините за тавтологию в сторону там каких-то непонятных лиц то просите пожалуйста конкретнее называть источники от из которых получить получена эта информация поэтому вот так такая вот первая лазейка и еще одна лазейка журналист тоже против меня как и этот осечкин то есть вокруг меня одни враги которые хотят мне плохого да и они очерняют мое светлое имя ну как бы это ну получается что попытка сыграть на репутации да но она как бы здесь проходит мимо ушей но вот я как вариант того как человек пытается выкрутиться из ситуации в которую ну в общем то сам попал дальше следующий фрагмент давайте смотреть сейчас пленных которые вы взяли собственно в плен в дальнейшем расстреляли вы были в курсе этого или нет еще раз вопрос который я уже ответил то что я слышал слух то что потом я услышал то в август обратите внимание ответа на вопрос не последовало да или нет вот это предполагала да он начинает помните как пригожин говорил там много моих интервью вы можете посмотреть там там то там то ну то есть отсылка куда-то вот здесь и сейчас ответа не прозвучало то есть это еще одна манипуляция и следующая манипуляция это забалтывание дальше он пошел много много текста говорить но ответа не прозвучало что пленные которого я описываю в своей книге что его застрелили но это слышал от третьих лиц которые тоже там непонятно как сказали и привел это пример того что как бы сам не знаю то есть получается он забалтывает запутывает запутывает следы грубо говоря и это тоже дает нам основание полагать что он пытается уйти от ответа да но он реально пытается уйти от ответа же предполагать да дальше следующий фрагмент мы не слышим правды сожалению также как я не услышал этой самой правды в июле и в августе 2022 года я хочу здесь я не следователь международного уголовного суда я не следователь прокуратуры из киева я просто говорю здесь о своей позиции да то есть поведение осечкина а вот что меня на лично напрягло да когда я смотрела слишком много радости с другой стороны в принципе это часто и ну можно наблюдать когда человек скажем ну во первых в данном случае он рад доказать свою правоту это первое второе может быть он такой по психотипу да и когда у него много аргументов на руках и он как бы демонстрирует ну смотрите я красавчик я это все нарыл я это все вам сейчас докажу ну то есть он ну такой элемент самолюбования да возможно и тут как бы я я здесь его не осуждаю я просто это вижу да и вот вам тоже показываю не для того чтобы сейчас сказать что он там как-то ну хотя есть там элементы неоднозначности да но вот в данном случае как бы вот этой вот этих улыбок мне показалось слишком много и облизывание губ ну и плюс еще плохое неприязненное отношение к павлу ну такой элемент злорадство еще присутствует скорее всего ну как бы из песни слов не выбросишь и когда мы относимся плохо к любому человеку мы начинаем скажем злорадствовать это это понятно это естественно для человека поэтому тут ну как бы вот в данной конкретной ситуации это не совсем имеет отношение к делу но в общем скажем мелочь но чтоб вы это видели да дальше следующий фрагмент павел скажите пожалуйста вы утверждаете что вашим то что вы сказали шведскому журналисту факты переск был искажен цитата неверная журналист записывал вас на диктофон и и вот это вот классная такая ловушка от ведущей это просто браво браво вот журналист с большой буквы сейчас она так вот очень ровно дал дала всем высказаться да очень спокойно не перебивала да не не спрашивала раньше времени а потом так бах задает конкретный вопрос вот это просто блестяще блестящий для того чтобы выводить людей на чистую воду но просто и здесь конечно же павел поплыл вот здесь уже вот если перед этим он как-то еще держал оборону то дальше вот просто слил себя полностью вы ему сказали что это слух что эта версия чтобы на самом деле не в курсе вот наблюдайте за его поведением вдох рывок но сдулся до разочарование досада вот 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 все вот это ключевой момент где он понял что он проиграл этот разговор был и дальше будет поведение человека который уже понимает что он в проигрыше вот в течение двух часов тени двух часов как бы я очень много что сказал и конечно же вот первое ну вот седьмая манипуляция я человек я имею право на ошибки я ошибся но вот вот это вот тоже когда уже человека припираешь к стенке он начинает использовать вот такие оправдания на листа решил самое интересное вставить как бы и поставить в принципе я тут даже не хочу особо как знаете рассуждать там о том как что он написал было сказано очень много например о том что владимир осечкин есть факты то что он сотрудничает со спецслужбами в россии то что он уже пять человек во франции только существует находится которому якобы он помогал которые хотят подать на него в суд а тут я вообще не знаю ну вот по поводу этих фактов но ну во первых очень уверенно да и он вытаскивает можно сказать последние козыри в данном случае когда человек уже прижали к стенке и он пытается увести разговор в другую сторону это кстати еще одна манипуляция у вот в сторону на но вот он очень уверенно это говорит возможно там есть основания для того чтобы вот это говорить но здесь не тот случай разбирать скажем так не тот момент когда это кому-то интересно да это может быть кому-то интересно и в дальнейшем это все всплывет но в данном случае это не что иное как у вот в сторону то есть человек полностью проигрывает в этом споре и переходит на личность когда человек переходит на личность уже все в споре он проиграл знаете как но когда там спорят ты дура это не аргумент понимаете вот а он сейчас вот этот аргумент пытается использовать осечкин дурак да он на самом деле плохой человек ну как бы а при чем тут это да ему задают конкретный вопрос а он на него вместо ответа говорит что вы все дураки ну вот так примерно до следующий фрагмент давайте смотреть ведущая просто вообще молодец вау вот профессионализм высшей степени павел простите я хотел бы вернуться к вашим показаниям скажите пожалуйста вы предупреждали владимира перед тем как он начал вам помогать перебираться во францию что есть такой факт вам могу слух которым вы знаете я вам могу сказать только то что я уже давным-давно тысячу раз сказал все что я знаю опять отсылка куда-то это уже была такая манипуляция да и ведущая просто молодец и вообще вот я хочу здесь заострить внимание что если вы чувствуете что вас уводят сторону вам не отвечают на вопрос возвращайтесь к теме даже если это неуместно но все равно задавайте еще раз под другим углом под другим ракурсом но задавайте этот вопрос пока не получите четкий ответ и как бы в данном случае когда я журналист меня достает с этими военными преступлениями неоднократно в разных видите отклоняется журналист достает я уже даже представляю как это происходило в журналист просто задавал много вопросов но знаете я могу предположить что но так как с журналистами общался больше этот осечкин да возможно что осечкин дал наводку на какие вообще вопросы и как давить на этого человека но они пообщались да и психологически понятно там можно слабо как-то еще но то есть там возможно что была работа проведена для того чтобы в данном случае павел сказал определенные вещи возможно что там но это опять это мои домыслы ну ну вот в данном случае павел демонстрирует вот это отклонение корпуса именно на этом моменте он понимает даже где он прокололся он понимает что он сказал лишнего он прекрасно знает это даже знает не не просто понимает он знает из-за чего вообще разгорелся сыр бор всячески пытается от этого увести и сам этого боится вот это отклонение корпуса говорит о том что он этого боится малировки задавая такие вопросы я ему отвечал то что военное преступление по неизбирательные удары от галеристы пожалуйста вот у меня в книге это записано да значит дальше следующий фрагмент но то есть мы понимаем что ну он уже как бы пытается как-то выкручиваться дальше следующие павел скажите пожалуйста почему вы не участвовали вот вы не общаетесь украинской прокуратуры если есть такая возможность не сотрудничаете с органами следствия которые занимаются вот преступлениями связаны с войной в украине вы знаете мне такое ощущение то что я пришел послушать эфир владимир осечкина на youtube но мне не очень сильно хочется слушать его вот эти бесконечные болтовню когда вы задаете вопрос почему я не захотел видите вместо ответа на вопрос он начинает опять сраться извиняюсь за выражение сосечкиным но кому это интересно он но на самом деле я понимаю поведение павла у него ну скажем он не хочет этого делать у него возможно есть на это причины но вот в данном случае ему вот хочется заострить внимание на свое вот ну не на не на том о чем его спрашивают а на том что его действительно беспокоит обеспокоит его личность осечкина больше чем вопросы которые задаются вопросы которые он ему задают он ну на них он плавает и он понимает что здесь он совсем не прав и поэтому он всячески уходит от этих вопросов и уводит нас с вами дальше идет оттягивание времени он еще раз проговаривает этот вопрос встретиться со следователем какими там с украины еще что-то это я нахожусь на территории евросоюза я сотрудничаю и со всеми властями уполномоченными это службами на территории евросоюза не владимир осечкин мне вот эти люди из украины которых вот представляли для чего-то непонятно что и рассказывает вам сейчас господин осечкин пускай уберут эфир мне не дают говорить я нахожусь во франции здесь есть своя полиция свои службы все остальное я сотрудничаю с ними и с другими украина или россия туда не ходит ну то есть я в домике меня вообще не трогайте я вообще не обязан отвечать на эти вопросы вот в конце концов когда он проиграл он нам как бы сказал я вообще недоступен я вообще не должен вам ничего да и идите все куда-нибудь подальше то есть если вы не поверили моей версии если вы задаете вот эти дурацкие вопросы если вы как он сказал достаете меня с этими вопросами то пожалуйста идите куда подальше вы мне не интересны да как куку шанель сказала что я в общем про интересно ладно значит смотрите но здесь конечно же в данной ситуации понятно что павел прям поплыл как не знаю кто да но я посмотрела и там в ю тубе нашла еще видео которое ну получается произошло там месяца за два или за три до конфликта и там получается в чем проблема в том что павел сначала сказал ну озвучил в прямом эфире там или в каком-то интервью что деньги полученные от продажи этой книги пойдут на как в помощь украине да но когда оказалось что это очень крупная сумма там порядка 300 тысяч евро он стал отказываться от своих слов и ну я не знаю там часть денег попросил себе или все деньги я не знаю или там как-то перенаправить хотел эти деньги ну то есть срач у них из-за этих денег и тогда еще видимо осечкин ну ему это не понравилось и это понятно в общем то без участия осечкина эта книга не увидела бы свет а весь пиар именно осечкин и организовал ну поэтому здесь в данном случае можно сказать что два человека поучаствовали в этом деле и один из этих людей получается что переиграл правила и конфликт у них начался тогда а то что сейчас всплыли эти факты которые возможно что может и не всплыли бы если бы павел вел себя так как надо да не знаю я я могу только предполагать но причина конфликта я считаю что началась вот именно тогда когда павел потребовал эти деньги здесь я не берусь судить кто здесь прав кто виноват возможно здесь много нюансов я не могу ничего сказать но вот в данном конкретном случае да вот которые предъявляют сейчас павлу действительно он знает о том что он не прав он прекрасно знает что ну вот здесь есть основания предъявлять ему эти обвинения и поэтому вот такие вот манипуляции мы с вами пронаблюдали а нам обязательно обязательно надо знать эти манипуляции я рада что мы это увидели потому что вот на наглядном примере мы с вами немножечко поучились мы увидели поведение человека который пытается вводить за нас до пытается не говорить правду и поэтому вот с точки зрения обучения я посчитала что это видео очень ценно для каждого из нас и не не забывайте это наш разбор отметить лайком напишите комментарий кстати в комментарии напишите вот ваше мнение по этому делу потому что она очень неоднозначная вот просто очень неоднозначная как я посмотрела да вот в целом дело неоднозначно а вот в этом конкретном случае прям четко однозначно есть ответ да и мы с вами его обнаружили поэтому вот такая вот история которую мы сегодня разобрали спасибо вам большое за внимание а да еще раз напоминаю не забывайте поставить лайк этому видео не забывайте подписаться на канал если вы впервые на моем канале мы здесь разбираем выводим всех на чистую воду надеюсь что вам это нравится ну знаете как спасение утопающих дело рук самих утопающих поэтому учимся становиться все более осознанными но в том числе вот с точки зрения невербалики потому что тело нам говорит намного больше информации чем сами слова до вербальная информация это одно а не вербально это просто знаете такое большое количество информации и это надо расшифровывать и этим мы здесь занимаемся да люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока